Железо, элемент 8 группы 4 периода, атомный номер 26. В качестве простого вещества это металл серебристо-белого цвета, правда, практически не встречается он как простое вещество. Он горит в чистом кислороде, и если простое железо на воздухе просто раздробить, тоже может гореть, он окисляется быстро кислородом. Как правило, то, что мы знаем в качестве железа, это сплав железа с углеродом. Вот сталь или чугун и так далее, это железо плюс углерод. И, как правило, там есть какие-нибудь еще добавки типа хром, марганец и никель. В природе тоже он в чистом виде редко встречается, потому что в природе много и железа, и кислорода, поэтому железо быстро реагирует, не только встречается с кислородом. В метеоритах, как правило, сплавы железа и никеля. И наше ядро нашей земли, скорее всего, тоже состоит из сплава железа и никеля. Человеку известно давно, причем первоначально они из метеоритного железа изготовляли разные украшения, кинжалы и так далее. Метеоритного железа, понятно, что мало, и поэтому это было драгоценностью, редким таким металлом. По современным данным, начали выплавлять железо на Кавказе хатты, это древний народ Кавказа, и у меня даже есть тут клип про хатский язык. Потом усвоили это хетты, и постепенно вот с Кавказа распространилась выплавка железа. Это перестало быть драгоценностью, и начали использовать как оружие. Поэтому, кстати, вот Урарту, почему основные значения царства Урарту, то, что оно было на торговых путях, которые соединяли Осирию с Кавказом. На Кавказе только умели производить железо, и там основные были рудники железные. Поэтому Урарту могло долго и эффективно сопротивляться нашествиям осирийцев, потому что у них железо было в избытке, и они перекрывали осирийцами все железо. Первоначально чугун считали отходом, собственно, он потому называется чугун, потому что это чушки. И пытались плавить железо непосредственно, без образования чугуна, но позднее научились переплавлять чугун, и теперь процесс обычно из двух этапов состоит. То есть получают чугун, и потом получают сталь из чугуна. Чугун во всех отношениях хуже, чем сталь. Поэтому, естественно, сталь высокого качества, вот это именно то, чего добиваются у металлургии. Четыре изотопа железа, однако, самые главные изотопы 92% всего железа. Есть неустойчивые изотопы железа. Железом завершается синтез элементов в ядрах звезд, поэтому железа очень много, на самом деле, и даже на Земле, и вообще в мире. И его все больше. То есть звезды, они постепенно перегорают, перегорают. В чем их перегорание заключается, что они водород, через определенную цепь химических элементов, и важным элементом этой цепи является, кстати, кислород, почему кислорода тоже много. Но вот рано или поздно они доводят это до железа. После железа термоядная реакция не осуществляется. Все, что после железа образовалось при взрыве сверхновой. Но получается, что в итоге железа в мире все больше, и многие звезды, они железные. То есть состоят практически полностью из железа, которое уже на последних этапах выгорания. Однако 90% железа находится в ядре. И у нас, и на окружающих планетах. В земной коре только 5% железа всего. Вот земной коры. И в мантии 12%. Земная кора в основном из алюминия. Алюминий полегче, и он при формировании слоев, то есть крутилась эта штука, которая будущая земля, и она отслаивалась более тяжелой вниз, шла более легкая наверх. Вот алюминий оказался более легким, и кора, она покрыта, значит, в основном алюминием. Однако из мантии постоянно идет извержение вулканов, и из мантии, которая тоже достаточно богата железом, постоянно железо выбрасывается. Что мы и наблюдаем. Почему оно у нас тут и имеется в больших количествах. Раньше в морской воде было много железа, но вот как раз в палеоархейский период бактерии понаделали кислороды, и первое, что кислород делал, то что они же в морской воде его делали. Кислород соединялся с железом, оно выпадало в осадок, поэтому сейчас в морской воде железа крайне мало. В речной воде немножко больше, потому что реки текут по каким-то местам, где есть оксида железа и обогащаются. Железо имеет несколько степеней окисления, окисляется оно очень хорошо, как я уже говорил, чистое железо даже горит, просто если просто кислород подать, чистый кислород на чистое железо, то загорится, будет сразу оксид образовывать. В мантии и в земной коре в основном закисное железо, то есть оксид железа, в основном у нас в виде оксида железа все это железо находится, то есть феррум О, это закисное железо, в основном мантии и земная кора, а то, что мы видим на поверхности, это окисное железо, феррум 2О3. Вот это возникло именно в результате действий фотосинтезирующих бактерий примерно 3,5 миллиарда лет назад этот процесс пошел, что-то там около полумиллиона лет, полумиллиарда лет он продолжался. Вот основной геологический процесс раннего архея, это образование окисного железа. Минералы железа, впрочем, разные, важнейшие это гематиты, магнетиты, про магнетиты я даже отдельно скажу, магнетит в основном и образовался, это как раз вот эти самые оксиды, это гематиты, магнетиты. Бурый железняк, это у нас феррум ООН, то есть это гидроксид, и довольно много еще соединений, допустим, с серой его, с фосфором и так далее. Вот железный колчадан, это соединение его с серой, причем колчадан не используется для получения железа, а для получения серной кислоты. И перотин. Естественно, в основном все, что мы знаем, все, что мы делаем, это перегонять магнетит, то есть магнитный железняк, оксид железа, перегонять в сплав железа и углерода, то есть сталь. Вот это основной наш промышленный процесс с точки зрения химии. То есть мы из оксида железа делаем сплав железа и углерода. Ну, часто и другие минералы железа встречаются, сидерид, допустим, и так далее. Это я, видимо, отдельно буду по минералам, и вряд ли буду сильно углубляться. Какие-то наиболее важные минералы я буду отдельно клипы делать, но явно это уже не про само железо, а про его соединение. Мировые запасы железной руды 178 миллиардов тонн, и основные месторождения находятся в Бразилии. В 2019 году 3 миллиарда тонн железной руды в год добыто, то есть если у нас примерно 178 миллиардов, простой расчет показывает, что железо у нас примерно на 60 лет осталось, так как по 3 миллиарда каждый год добывается, и всего около 180 миллиардов у нас есть вообще. В России есть месторождение железа, и считается, что есть много у нас мест, где оно не разрабатывается. То есть когда уже через 60 лет уже припечет, будут, видимо, в России что-то разрабатывать. Но поскольку его внизу много может быть что-то другое придумают, помимо переплавки оксида. Но проблема будет, и проблема прямо вот уже в конце этого века будет. Поэтому, кстати, разрабатываются проекты добычи его в метеоритах, где оно находится в сплаве с никелем, и там даже может быть попроще. Имеется в виду даже не в метеоритах, а непосредственно в астероидах, то есть космические фабрики в поясе астероидов, где точно прям очень много железа в сплаве с никелем. И, возможно, разработают технологии, по которым будет коммерчески выгодно оттуда железо перебрасывать на Марс или на Землю. Хотя мы там будем жить в конце века, непонятно. Промышленный процесс... Ну, у меня тоже не... Моя цель не металлургия, просто вкратце. В основном заключается в том, что закладывают гематит и магнетит, то есть оксиды железа, в печь. И накаливают это все дело вместе с углеродом, который вот в основном выглядит как кокс. Необходимо, как правило, очистить это все от силикатов, то есть реальная руда еще содержит примеси силикатов, камней, так грубо говоря, то есть соединений кремния. Ну и вот применяют различные флюсы там и так далее. Для очистки от силикатов получается шлак, который тоже можно использовать, допустим, в строительстве. В принципе, это камень. Расплав железа, который в итоге получается в доменной печи, это, как правило, чугун, то есть это железо, которому много углерода, и его качество сравнительно низкие. В принципе, чугун могут использовать непосредственно, допустим, чугунные известные... Дайте, блин... Как он? Котелок. Вот, чугунные котелки известны. Но в основном нужна сталь, поэтому дальше идет второй этап процесса. Идет, значит, окисление в мартеновской печи или в конвертере. И при этом могут, кстати, добавлять какие-то вот еще добавки, которые улучшают качество стали, делают сталь с какими-то определенными нужными нам качествами. Это доменный процесс обычный, но имеется также процесс прямого получения железа. Руду смешивают с глиной и обжигают. Вот это то, что получается. И обрабатывают продуктами конверсии метана, то есть с помощью водорода восстанавливают железо из оксидов, так если химически говорить. Он более такой процесс без загрязнения железа. Насколько я понимаю, тут еще надо метан и так далее. По-моему, он более дорогой. Но может специалисты поправят. Физические свойства. В свободном состоянии серебристо-белого цвета металл. Пластичный. Чистое железо нас не интересует. Оно быстро заржавеет, то есть окислится. Ржавчина это оксид железа. Вот оно прям, прям оно и есть. И он пластичный, то есть он мягкий. Поэтому нас интересует именно сплав с углеродом, который твердый и хрупкий достаточно. Чистое железо магнитными свойствами обладает, сильными. Ну вот фазовая диаграмма. Обычно мы всегда фазовую делаем, чтобы было все сразу понятно. Из которой очевидно, что при низком давлении оно может быть вполне себе паром. При сравнительно таком нормальном давлении у нас в основном оно существует как феррит. Вот оно, альфа-железо. Феррит. Примерно температуры до 769 градусов. И оно является ферромагнетиком. На температуре 769 градусов оно переходит в паромагнетик. И образуется так называемое бета-железо. Но с точки зрения материаловедения оно не выделяется. Потому что структура кристалла та же. А вот гамма-железо, это значит у нас уже кристалл меняется. 910 градусов переходит в гамма-железо. Которое называется аустеонид. И оно довольно важно для металлургии. Покажу потом реальную еще фазовую диаграмму, которая в металлургии имеется. Но это пока в чистом виде, без углерода рассматриваем. Вот оно из аустеонид. При дальнейшем нагревании 1394 градуса. Опять у него меняется решетка кристалла. Эти стадии, они по форме кристаллической решетки выделяются. Ну и вот, значит, дельта железа потом образуется. И, наконец, точка плавления железа у нас 1538 градусов. После чего оно становится расплавленным, то есть жидкостью. Ну и таким образом, вот 3 или 4 вида железа по кристаллической решетке выделяется в зависимости от... При нагревании оно меняет, короче, свою форму. И пока оно не становится жидким. Вот, собственно, фазовая диаграмма железа углерод. Это прям такая основная для любого металлурга. Мне приходилось по материаловедению писать. Самое вот первое, что разучивается, это вот эта вот штука. И ее каждый металлург должен хорошо читать, комментировать и объяснять. Всякие слова типа феррит, цементит и перлит обозначают какие-то конкретные состояния совершенно железа с разными признаками, о которых всех надо знать, потому что вот это все происходит в металлургической печи. Внизу тут процент углерода, точнее, карбида, значит, откладывается. Вверх тут идет температура, вплоть до плавления железа. Вот в зависимости от процента углерода получаются разные, по сути, вещи. То есть, вот при низком содержании карбида, там он будет как раз вот ферритом вышеописанным. При высоком содержании карбида это будет называться цементит, имеет немножко другие свойства, перлит. Они рисуют также постоянно всячески, как это выглядит, какие у него кристаллические решетки, не буду углубляться. Ну, вот как ранее я рассказывал, при 727 он переходит в аустентит. Но в зависимости от процента углерода, точно так же у него разный будет этот аустентит. И, допустим, при высоком карбиде там все равно будет в основном цементит. Аустентит будет в смеси с цементитом уже. Ну, вот это тут все разрисовано. Ну, естественно, уже когда оно плавится, оно выглядит как расплавленный аустентит, либо как расплавленный цементит. Ну, в общем, тоже я не ставлю целью по металлургии читать. Это довольно большая тема. Просто что вот есть разные состояния железа, такой вот факт зафиксировать, которые зависят и от температуры и от содержания в нем углерода. Так, ну и, пожалуй, все про плавление. Химические свойства разные в зависимости от степени окисления, что интересно. То есть степень окисления плюс 2, это будет скорее основание, у него будет оксид феррум-О, гидроксид, он скорее восстановитель. Третья степень, которая чаще всего встречается, это как раз вот феррум-2О3 магнетит, это слабый окислитель, но практически он нейтральный. Есть кислотное железо, степень окисления плюс 6, кислота железа не получена, но соль и есть гидроксид в какой-то степени есть железо, восстанавливается скорее. И оно будет сильным окислителем, поскольку оно сильное окислитель, оно только в виде соли в основном известно. Химические свойства определяются степенью окисления и, пожалуй, даже и нет смысла подробно. Ну, то есть будет, как всегда, образовывать, он будет с кислотой соляной, будет соли, если кислота сильнее, и вот он будет с соли образовывать, да. С серной кислотой сульфат железо образовывать, будет гореть в кислороде, будет взаимодействовать с галогенами, образовывая там всякие сульфид, там хлорид и тому подобное. С углеродом, как только что рассказывал, карбид железа будет, и, возможно, даже отдельный проект карбид железа сделан, он важен в металлургии, этот карбид. Оксид железа с водяным паром, то есть раскаленное железо с водяным паром, все равно даст оксид, все равно будет ржавчина. Ну, имеются также всякие карбонилы железа и так далее. Соединение железа лучше отдельно рассматривать, это другая тема, другое вещество. Ну, применение очевидно, что 95% мировой металлургии это производство железа, и из железа получают сталь, либо чугун, это основные конструкционные наши материалы. Большое количество сплавов сейчас разрабатывается и много новых. Магнетит непосредственно, то есть магнитный окис железа используется широко в компьютерах, и вот это как раз то, на чем мы живем и существуем в интернетах, это железо, то что вот в жестком диске, в принтерах, потом железный купорос, то есть сульфат железа как отравы используется широко вместе с медным купоросом. Ну, в общем, и так далее и тому подобное, тут можно много описывать, важнейший материал для нашей техники. Это хорошо, потому что он часто встречается, это хорошо, что наша жизнь, вот она на кислороде, который часто встречается, а наша техника на железе, который тоже очень часто встречается. Биологическое железо огромное, железо обязательно внутри живых существ есть, и оно как раз катализирует процессы дыхания, то есть для того, чтобы дышать, всем нужно железо. Железо есть у растений, в клетках даже. Недостаток железа это болезнь, у растений это называется хлороз, и у животных называется анемия, в том числе у человека. Кроме того, у нас железо транспортирует кислород в крови, что тоже хорошо известно, и входит в ретроциты, то есть гемоглобин. Ну, и многие другие, во многие ферменты входит тоже железо, все это очень важно. У нас непосредственно в нашем организме примерно 4 грамма железа, то есть, в общем-то, мало, в основном мы из раствора воды состоим, из соли, из соленой воды мы состоим в основном. Ну, и в основном в человеке все железо в гемоглобине. Суточная потребность устанавливается у людей, у женщин считается высшей потребность в железе, особенно у беременных, и женщины более склонны к полнокровии, потому что у них высокая потребность железа, то есть, они склонны к анемии. Как правило, у детей сравнительно небольшая, и у взрослых мужчин сравнительно небольшая потребность в железе. Разрабатывают различные нормы по железу. Железо в основном поступают из продуктов питания, и мясо считается более богатым гемовым железом. Также железа довольно много в бобовых, в тыкве, в гречной крупе, кстати, в гречке много железа. И в зелени в основном салат, петрушка, вот там в основном железо содержится. Железо делится на гемовое или гемное, и не гемовое. Вот гемовое железо – это мясо, а не гемовое – это растительное. Отсюда проблема с вегетарианством. Если вегетарианство неправильно осуществляется, то есть, исключают мясо, но не компенсируют это достаточным количеством растительной пищи, в которой есть не гемовое железо, то может наступить мало крови, и чаще это у женщин, потому что у них потребность в железе выше. Мужчина даже может удержаться, там организм приспосабливается, запасы железа делает, и он может удержаться при вегетарианстве без особого снижения железа в крови, а у женщин часто снижается. Но при этом, значит, можно, тем не менее, вегетарианцу существовать, без особого вреда для здоровья, но надо просто учитывать некоторые вещи. Допустим, аскорбиновая кислота улучшает усвоение железа. То есть, не гемовое железо, которое растительное усваивается, хуже. Но если употреблять с большим количеством аскорбиновой кислоты, это прежде всего апельсины в наших условиях, ну и яблоки тоже. То есть, вот там, где есть витамин С, он и для здоровья, кстати, полезен. Вот если в большом количестве его употреблять параллельно, то дефицита железа не будет, потому что он способствует усвоению железа из растений. С другой стороны, не нужно употреблять кофеина, который с чая и в кофе, он мешает усвоению железа. Кстати, вот индийские йоги, они правильно сделали, что если ты вегетарианец, то тогда уже и чая не пей, так как это сочетается. Вот чай, он мешает усвоению железа. Он имеет какие-то другие положительные, может быть, качества, но усвоение железа мешает, поэтому для вегетарианцев нежелательно. Ну, понятно, что чай это также психоактивное вещество, и нежелательно в том плане, что оно может вызывать зависимость. Кофе меньше, кстати, вот чай особенно, особенно чай снижает усвоение железа. Кофе меньше снижает, но тоже снижает и тоже содержит кофеин. Апельсиновый сок, только лучше без сахара, нормальный апельсиновый сок, или просто апельсины, они очень повышают хорошо мандарины, они повышают усвоение железа. Это болезнь, особенно если человек вегетарианец. Дефицит железа – это болезнь, причем много, у нас примерно 2 миллиарда людей на Земле с дефицитом железа. Возрастает он при малярии, при потерях крови. В крови же много железа, поэтому потеря крови – это потеря железа, и его трудно восстанавливать. В принципе, вегетарианцам советуют примерно в 2 раза больше железа употреблять, потому что растительное плохо усваивается. Но вот надо по интернету вегетарианцам посмотреть список продуктов, которые содержат железо, и на них все-таки делать упор. При том, что продукты эти часто полезны, та же гречка и так далее. Гречки слишком много будет способствовать ожирению, но не сильно. У гречки низкий гипогликемический индекс, я, может быть, отдельно по диетологии тут сделаю еще. Ну, то есть, гречку умеренно можно. Если есть склонность к ожирению, что тоже вегетарианцы бывают, особенно занятых интеллектуальной работой, типа меня, то гречку можно, но умеренно. И гречка лучше риса. Рис категорически тогда нельзя. Гречка и пердловка чуть получше риса. То есть, у них гипогликемический индекс, у них ниже раза в 2, чем у риса, на самом деле, и хлеба. Хлеба в особенности нельзя, а гречку в какой-то степени можно. Ну, и также известно, что вегетарианцы, они, в общем-то, приспосабливаются, у них организм, если длительное мясо не едят, они, как правило, у них организм не снижает железо, как-то он его запасает, лучше усваивает и так далее. Есть такое тоже. А, ну еще, элементарная железная чугунная посуда, она, вообще говоря, в ней растворяется железо и нехило. И ржавые трубы. То есть, возможно, наши вегетарианцы, даже которые пьют постоянно воду из ржавых труб, им даже проблем никаких нет, потому что там реально растворяется железо, и оно усваивается организмом. То есть, если в железной посуде готовить, то там примерно в 21 раз будет в пище железо больше, чем было изначально, так что можно уже на растении не заморачиваться, там будет из ржавчины железо до хрена. Даже иногда советуют, что у кого анемия, класть туда фигурки из железа какие-нибудь, класть какую-нибудь железную хрень в пищу, в суп, допустим. А железо будет растворяться и пойдет. В то же время, те препараты с железом, которые применяются для лечения анемии, и иногда рекомендуют их веганам и вегетарианцам для коррекции диеты, они часто вредные, они вызывают атеросклероз, они мешают иммунитету, они способствуют старению и так далее. Поэтому лучше за счет коррекции диеты решить вопрос. Если уже коррекция диеты ничего не дала, там бы каким-то причинам, тогда уже применять препараты, конечно. Коррекция диеты безопасна, потому что к этим веществам организм привык, и он как-то к ним начинает приспосабливаться, что-то тут решать. А к таблеткам, конечно, он не привык, он с ними не встречался. Переизбыток железа тоже бывает. Гемохроматоз – это тоже болезнь. И в наших условиях переизбыток железа может быть в основном таким способом, что ржавчина в трубах растворяется, и из-под крана пьют сплошной раствор железа, и от этого тоже будет заболевание, которое связано, наоборот, с избытком железа. Ну, а вот, в принципе, вкратце, что можно про этот элемент сказать.